Привет! С помощью раздела видео мы можем загружать видео, которое будем использовать в курсах, библиотеках, сайтах и даже сторонних сайтах на сторонних конструкторах. И все видео будут храниться у нас в школе без использования сторонних видео хостингов, что очень хорошо. Давай покажу как с этим работать. Для начала переходим в материалы, материалы и курсы, видео и загрузить видео. Выбираем нужные и загрузка пошла. Также можем сразу задать, чтобы загружалось еще видео. Выбираем другое и оно сразу загружается. Пока идет загрузка, не нужно переходить на другие страницы, обновлять эту. Лучше дождаться пока загрузка видео дойдет до конца, чтобы не было никаких ошибок с этим. А пока видео загружается, мы можем задать название для видео и описание. Пускай первое будет вождение, шаг 1. Вот вождение, шаг 1. Сохраняем. Второе вождение, шаг 2. Также сохраняем. Мы его будем использовать в курсе вождения, первом и втором шаге. И пока мы задавали, уже видео загрузилось и сконвертировалось. Отлично. Теперь переходим в раздел видео. И переходим в наш видео урок. Давай посмотрим, какие опции здесь доступны. Это общая информация с названиями и описанием видео. Далее конфиденциальность. Здесь мы можем задать, где конкретно видео будет доступно. Везде. На курсе школы. Доступно на сайтах из раздела сайты. Это сайты, которые расположены внутри школы. И далее. Доступно по ссылке и доступно по конкретному домену. Это редко используется, поэтому чаще всего тебе нужно будет везде, на курсах и на сайтах. Выбираем просто везде. Следующее. Обложки видео. Можно перетащить, либо кликнув выбрать свою обложку. Выбираем ее. Загружается. И наводим. Нажимаем галочку «Установить в качестве основного изображения». Да. Есть. Видео загрузилось. Видимость настроили. Обложку настроили. Теперь можно его встроить. Нажимаем «Встроить видео». Просто кликаем на этот код. Не нужно выделять. Просто клик, и оно скопирует сразу же весь код. Далее переходим в «Курсы». И куда нам нужно его вставить. К примеру, просто в какой-нибудь шаг покажу. Аналогично это будет работать и с сайтами. Конструктор один и тот же. Переходим в «Курсы». Переходим в «Шаг». Теория. Далее создаем новый блок. Пустой блок. Нажимаем «Добавить элемент». «Видео». И переносим видео в этот пустой блок. Кликаем на видео. И здесь у нас «Настройки видео». Ссылка на видео. Вставляем наш код. И как видим, добавилось видео. Можем посмотреть, как оно будет выглядеть на ПК-версии, на планшатной версии и на мобильной версии. Следующее. Какие опции еще доступны? Перейдем снова в видеоурок. Итак, мы можем скачать видео в разном разрешении, соответственно, с разным размером файла. Далее. Есть приятная вещь. Это версии видео. К примеру, это видео у тебя размещено в 10-ти... в курсах, библиотеках, еще в разных местах. И таких мест около 10-ти. Если по старинке, то тебе нужно будет загрузить новое видео, вспомнить, где у тебя размещено старое и заменить его на новое. Но с помощью версии видео эта задача упрощается в разы. Теперь свое устаревшее видео ты можешь обновить буквально за пару минут. Нажимаем «Загрузить видео». Выбираем «Новое видео». Вот у нас плашка «Видео загружается». Не обновляйте страницу. Ждем, пока оно загрузится. И после того, как оно загрузится и сконвертируется, оно будет доступно здесь как опция. Мы сможем галочками выбирать, какую версию видео показывать везде, где у нас размещен код старого видео. Здесь можем посмотреть, чтобы не так путаться, это дата создания. Видим, что старая дата, новая дата. И здесь можно будет галочками выбирать, какое видео станет доступным. Вот, уже загрузилось. И новое видео у нас будет здесь показываться. Мы можем выбирать старую, если нужно. Старую версию. Просмотреть ее, убедиться, что она, что это точно то видео, которое нам нужно. Либо выбрать новое. Вот, все, видео уже заменилось во всех там 10 и больше местах. Следующее. Это аналитика. Перейдем в видео, в котором уже есть просмотры, чтобы более наглядно это посмотреть. Итак, вот, введем. Здесь выбираем период, за какой это аналитика будет выбираться. И здесь также один день, и вот, до 6 месяцев можно выбрать. Количество просмотров. Это сколько просмотров было за этот период. Здесь можно по датам посмотреть. На графике посмотреть. Больше или меньше смотрели. Далее, процент просмотров. Это сколько людей начали смотреть видео и досмотрели его до конца. Время просмотра. Это сколько всего минут смотрели видео. И далее. Среднее время просмотра. Это интересный показатель. С помощью него ты можешь посмотреть, сколько людей, какой промежуток времени они смотрят это видео. К примеру, у тебя видео 20 минут, а его смотрят только 5 минут. И если ты говоришь какую-нибудь важную информацию в конце видео, то ее слышат крайне мало людей. И стоит ее разместить вот в первых 5 минутах. Как раз тогда, когда пользователи ее смотрят. Здесь на графике можно посмотреть, сколько людей смотрят в определенный момент времени. Вот по времени и вот количество людей. Здесь смотрим, как проваливаются просмотры, либо увеличиваются. И на основании этого как-то менять свое видео. Также доступна аналитика просто по всем видео сразу же. Количество просмотров. Можно кликнуть и посмотреть сколько. И то же самое. Процент просмотра, время просмотра и среднее время просмотра. Просто общая информация. Вот так можно работать с разделом видео. Увидимся в будущем.